Первым каналом показывали, какая девочка будет в идею, которая выезжает массово. Все это происходит по интернету. Никто у нас не ходит, вы не подходите. Я взрослый, я из ИГИЛа, а вы не хотите в Сирию поедете. Экстремизм ушел в интернет на 95%, рассказывает полицейский Сергей Лелько. По работе он каждый день сталкивается с его проявлениями. Выложены на страничке изображения свастики, фотографии Евы Браун, песни с разжиганием межнациональной розни. Это уже статья. Причем накажут даже за лайк или репост такой записи. На первый раз штраф до 3000 рублей. За повторное нарушение закроют на 15 суток. Злостных рецидивистов ждет реальный срок. У нас были и вспышки немножечко экстремизма, когда студенты не знали, что нельзя использовать какие-то фашистскую свастику, что-то такое в соцсетях именно. И, конечно, с ними приходилось работать отдельно. Но, слава богу, проводились беседы, мероприятия, и мы устраняли все эти погрешности. Помимо штрафа у человека, привлекавшегося по статье экстремизм, могут заблокировать все счета. И это тоже метод борьбы, чтобы деньги не ушли на преступное дело. Не все студенты знают эти детали, зато все слышали про группы смерти. Новый виток экстремизма направлен на детей и уже граничит с терроризмом. В группе риска неуравновешенные подростки. Ссора с родителями, разрыв с любимым человеком, грустный пост в тему на страничке и ты под прицелом модераторов. Детям предлагают сыграть в игру. Задания депрессивные. Вставать в 4.20 утра, смотреть страшное видео, вырезать на запястье символы, гулять по крышам. В финале участники должны совершить суицид. Так что же делать, если на странице однокурсника появился синий кит? Для начала я сам с ним поговорю, потому что все-таки как друга он послушает меня хотя бы, а если не получится, то социальному педагогу сообщу и будет разговор с психологом. Можно с психологом, а можно с духовным наставником. Священники разных конфессий сегодня сидят за одной партой. Экстремизм – угроза общая, но однозначного ответа, как с ним бороться, нет. Нельзя идти по воле других людей. Все-таки нужно идти по воле совести. Потому экстремизм – это серьезная проблема. А это все-таки взаимоотношения с Богом. И если мы пойдем правильным путем, путем любви, добра, невзирая на то, что, может быть, кто-то зол и ставит нам подножку, мы, невзирая на это, все равно делаем добро. Священнослужители, психологи, полицейские ведут площадки на форуме. Всего их шесть. В этом году организаторы Министерства образования сделали упор на интерактивность. Форума нашего форума «Хвест-игра» – все это на тему профилактики экстремизма в молодежной среде. Ребятам надо будет пройти по шести интерактивных площадкам, в ходе которых им будет предложено сделать задание. Сработало. Сонные и равнодушные студенты в начале встречи влились в работу форума на площадках, стали задавать вопросы лекторам и приводить в пример свои альмаматор. Полученные знания они должны распространить дальше, банально по сарафанному радио, чтобы о проблеме знали и не замалчивали. Так организаторы видят главную цель форума.